Янгара. Африканская сказка. Жил-был охотник, и было у него семь сыновей. По обычаям той страны всем мальчикам дают имя отца, а девочкам имя матери. Звали охотника Янгара, и всех его сыновей тоже звали одинаково Янгара. А на языке, на котором говорят в тех краях, имя Янгара означает умелый, находчивый Янгара. Стал отец замечать, что с годами сыновья все чаще ссорятся между собой из-за имени. Какой же ты Янгара, когда лук не умеешь сам натянуть? Упрекал бывало старше Янгара, брат поменьше. И вот однажды охотник сказал своим сыновьям. «Идите на охоту, и кто из вас сумеет убить буйвола, тот и будет достоин имени Янгара». Пошли братья в лес. Отыскали тропу буйвола, и самый старший брат спросил, что будем делать дальше. Младший из братьев, почти мальчик, который шел позади всех, сказал, найти бы сейчас какого-нибудь опытного охотника, который бы научил нас, как убить буйвола. «Эх ты, Айщи Ингара!» — усмехнулся старший брат. «Вот глядите, что я придумал». И он вырыл поперек буйволиной тропы глубокую яму. А тот из братьев, что шел за ним следом, сказал, «А сверху надо положить ветки». И он прикрыл яму ветками. А третий брат посмотрел и сказал, «Добавить бы сюда свежих листьев, чтобы было незаметнее». И он нарвал свежих листьев и разбросал их поверх веток. Западня для буйвола была готова. И правда, скоро не очень большой буйвол попался в ловушку. Тогда четвертый янгара с помощью толстой веревки вытащил буйвола из ямы. А чтобы нести тушу до деревни было легко, разрезал ее на куски. Пятый янгара завернул мясо в большие листья, и то бы оно по пути протухло, и вместе с шестым янгарой потащил его в деревню. «Вот, отец, мы и вернулись с охоты», — сказали семеро братьев. «Хорошо», — приветствовал их отец. «Теперь расскажите, что каждый из вас делал на охоте». И братья рассказали, кто копал яму, а кто прикрывал ее ветками и листьями, кто вытаскивал из ямы буйвола и разрезал тушу, а кто заворачивал мясо в листья и тащил на себе. Самый младший из братьев, еще мальчик, слушал, слушал, а потом взял палочку и стал толкать ею буйвола, будить его, приговаривая, «Ну, проснись, проснись и уходи, ты жив». Буйвол встал на ноги цел и невредим и ушел в лес, откуда его принесли. «Все равно он был маленький», — сказал мальчик, «и мы бы не наелись. Я и решил его оживить». «Все братья посмотрели на отца, что он скажет». И Янгара сказал, «Все вы молодцы и охотились славно, и помогали друг другу. Поэтому все семеро будут по-прежнему носить имя Янгара. Каждый из вас достоин этого имени». Продолжение следует...